Друзья, привет! С вами эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Как собственнику защитить сдаваемое в аренду жилье? Памятка для собственников, сдающих жилье в аренду. В частности, советую собственникам перед подписанием договора найма проверить на подлинность документы будущих жильцов. Сделать это можно на сайте главного управления по вопросам миграции МВД РФ и на сайте ФССП на наличие каких-либо долгов перед кредиторами, так сказать, на добросовестность своевременной оплаты найма. Ссылку на эти ресурсы я оставлю в описании под этим видео. Кроме того, советую указывать в договоре найма полную информацию о сдаваемом жилье, адрес, площадь, описание, состояние жилья, а также данные о его собственнике. В договоре следует четко указать сумму арендных платежей, сроки и порядок их погашения. Также стоит добавить в договор информацию об обязанных со сторон и условиях расторжения соглашения. Подпись на договоре лучше вставить с расшифровкой, ведь так ее сложнее подделать. Я также отмечаю, что собственникам стоит время от времени мониторить сайты, на которых пользователи могут размещать объявления об аренде. Таким образом, можно вовремя обнаружить факт пересдачи нанимателями снятого жилья третьим лицам в суп-аренду. Согласно статистике, большинство россиян заключают с арендаторами краткосрочные договоры на срок до года, которые не требуют специальной проверки регистрации в Росреестре. Жду от вас лайки, подпишитесь на мой канал, если не подписаны. До новых встреч, друзья!